Большинство людей преодолевает утренний час пик на автопилоте, забывая о труднейшем задании, порученном двум гелеобразным сферам. Глаза размещаются спереди на лице не просто так. Устремленные вперед, разнесенные на совсем небольшое расстояние, глаза дают нам возможность замечать и следить за всем, что нас интересует. За доли секунды глаза замечают, преследуют, фокусируются и расшифровывают образы размером в несколько сантиметров или движущиеся со скоростью сотен километров в час, позволяя нам увидеть и оценить окружающий мир, как никакие другие органы чувств. Возможно, глаза и являются окнами нашей души, но, выражаясь менее поэтично, они просто ненасытные пожиратели света, улавливающие и переводящие его в электрические импульсы, понятные мозгу. Сначала свет касается роговицы. Этот прозрачный слой, очищаемый и увлажняемый примерно 10 раз в минуту каждым морганием, принимает и направляет лучи света. Оттуда они проходят сквозь темное отверстие зрачка, а затем сквозь прозрачную белковую линзу. Хранители света, мускулы радужной оболочки, сужают зрачок, если свет слишком яркий, и расслабляются, расширяя его, если света недостаточно. Всего за долю секунды это состояние может измениться на противоположное. С фокусированной роговицей и линзой свет преодолевает гелеобразное тело глаза и попадает на заднюю стенку. Здесь расположена сетчатка, имеющая толщину около сотой дюйма и состоящая из более 120 фоторецепторов, превращающих свет в электрические импульсы перед тем, как обработать и отправить их в мозг. С поразительной ловкостью, поглощающей по меньшей мере треть его сил, наш мозг непрерывно сравнивает новую информацию с обработанной мгновение назад и объединяет результат с ожидаемым заранее. Так рождается зрение. Даже у счастливчиков, способных разглядеть нижнюю строчку в таблице, зрение не работает в одиночку. По обеим сторонам головы находятся микрофоны нашего тела. Уши.